Мы работаем с советом ветеранов спорта, то есть там мы выбираем реально нуждающихся ветеранов и, соответственно, им будем вручать. В список реально нуждающихся попала и Наталья Федосова, преподаватель физкультуры Аграрного университета. Сейчас вынуждена безработная. Мастер спорта по многоборью в свое время неоднократно стояла на педесталах почета разных уровней. Воспитала около десятка мастеров спорта и более 30 кандидатов мастера. С теплотой вспоминает и свои первые соревнования. Перед стартом, как правило, молча, где жили, в гостиницах или там где-то, все равно, иногда всю ночь, тихонько выйдешь и по коридору ходишь и волнуешься. Владимир Мишин уже не преподает, но за его плечами 50 лет стажа. В числе первых помощь решили оказать и ему, тренеру по греко-римской борьбе, заслуженному учителю. Ребятишки занимались, значит, конечно, раз они спортивные классы, значит, они должны какой-то показывать определенный результат. Да, вот было 98 чемпионов Алтайского края. Участвовали в первенстве Сибири и Дальний Восток, где-то человек 19 стали чемпионами. Владимир Петрович вспоминает, как в свое время для воспитанников организовал спортивно-музыкальный класс. В Аку, Вакузницы, Вакузницы молодые, а на счету дрынды дрынды, а доска дрынды, и вот так вот, в Омске так здорово выступили. Бывшему тренеру было очень приятно внимание гостей, ведь сейчас любое общение сведено к нулю. Но если говорить о поддержке, то ветераны и тренеры старше 65 лет, а это порядка 100 человек в регионе, получат денежные сертификаты на 2000 рублей. Ими можно будет расплатиться в продуктовом магазине.